Привет, зритель! Случился у меня сегодня новый друг. Вот. В нём, наверное, даже сейчас кольцевая лампа. Отобразилась немножко. Это у нас Honor Pad 8. С сервисами гугля. Сейчас я это... Плёночку сниму с него. Покупала я его на Озон. Ссылочка будет в инфобоксе. За 16881 рубль. Теперь я буду быстрее монтировать свои видео. Да, я покупала планшет исключительно для видеомонтажа. Планшет Honor Pad 8 Wi-Fi. В общем, он у нас как бы 11,97, но считается 12 диагональ у него дюймов. 6 гигабайт плюс оперативной памяти и 128 гигабайт вообще. Блин! Вообще, какого он цвета, я как-то не загонялась. Думаю, ну какой цвет для меня вообще, для планшета цвет. Для меня последнее дело. Главное, что это планшет. Вот я немного опустила штатив. И даже слегка его покривила. В том плане, под другим углом поставила. Коробочка. Я думала, тут как-то будет заклеено еще. Но она просто такая коробочка. Без ничего. Плотная довольно коробочка. Дерни за язычок, и все поднимется. Вот он довольно-таки увесистый, хотя считается легким. Ну, для планшета. Honor 8 Pad. 12 дюймов экран. 8 динамиков для объемного звучания. Металлический корпус. Язычок специально, чтобы удобнее было доставать. Потом я на него куплю чехольчик. Клавиатуру, возможно, если понадобится. Ну, и мышку, соответственно, если буду покупать клавиатуру. И, наверное, еще и стекло. Ну, или пленку. Такая липучная липучка. Все тут хорошо, но если вы хотите, допустим, на него снимать что-то такое суперкрутое, то заведите DJI. А если хотите снимать что-то менее крутое, ну, купите какой-нибудь дешевый аналог. Я выбирала долго. Я хотела изначально, конечно, Huawei, но так как у Huawei нет сейчас сервисов гугля, я думала про Honor, но я не была уверена, что на Honor они все-таки есть. Посмотрела какой-то очень конкретный обзор, и действительно они есть. Так вот, если вам хочется камеру не на 5 мегапикселей, хотя тут, судя по всему, 5 этих мегапикселей намного круче, чем 13 мегапикселей в каком-нибудь Blackview, Teclast или еще что-то подобное. Потому что я очень много таких одинаковых фильм смотрела. У каких-то были вроде суперкрутые параметры, но из пластика. Один раз упал, и все, трындец. У каких-то были очень супер параметры, но внутренность такая, вот на моем, наверное, планшете текста с 2013 года, она примерно такая же. Никакая. Как бы аниме посмотреть могу, почитать можно, а остальное уже, если только, чтоб приезжал и вид, глаз радовал. Тут же у нас все, в принципе, то, что мне нужно. Во-первых, тут хоть и нарисовано только, как бы, будто бы по 2 динамика с каждой стороны, на самом деле тут 4 динамика с каждой стороны, то бишь 8 динамиков. Микрофон вот здесь вот. Здесь вот микрофон, включение. Потом качелька громкость туда-сюда. Он монолит. Меня сначала это оттолкнуло, потому что, как бы, я думаю, ну, блин, монолит. Я хотела, чтобы туда флешку вставить, да симку. Ну, нафига мне симку вставлять? У меня всего лишь 2 симки. Одна интернет раздает, и в деревне еще я с нее звоню, а другая я с нее звоню. Кстати, ее номер привязан к карте Сбербанка. Если решите меня поддержать монеткой, потому что вот сюда вложилась, только сама еще и в долги ушла, то, зная мой номер, можете это сделать. Либо же ссылочка в инфобоксе. Вот здесь вот у нас камера. Вот, на 5 пигнаки висели. Вот здесь камера. Я потом его, конечно, протыщу на стримы на YouTube. Ну, мало ли так. Да, я правда не догоняю. Тут такая большая коробочка. И внутри, ну, можно же было понынче коробочку взять. Хотя, в принципе, им надо же было, наверное, как-то красиво оформить это пространство под планшетом. Вот у нас Type-C и USB. Инструкцию по применению я прочитала еще вчера. На телефоне. Инструкция по применению. Гарантийный талон. Год гарантии. В общем, тут быстрая зарядка, помимо прочего. Вот как раз вот этот Honor. Просто интересно, что там. Не, я понимаю, что там, скорее всего, ничего. Может быть, это даже не достать. Да, это не достать. Оно там, так. Приделано. Вот. Так оно. Без всего. Я его включу. Я пропустила момент, когда там загрузилась шестерка. Потом я, наверное, это переверну. Я решила управлять без телефона, в смысле, просто камерой. Ну, я тут уже как бы подключила его. Возможно, придется переворачивать экран. Как раз у меня был один зритель, который хотел увидеть, как это будет вверх. Тамара. Видео вверх тормашками. Проверка в планшетах. Это может занять несколько минут. Долгими усилиями мы с ним разобрались. И я сейчас без кольцевой лампы. Ну, в смысле, она выключена. Ну, что хочу сказать. Надо чехольчик. Потому что, ну, он немножко... Не, он не скользит в руках, но... Блин, как-то непривычно, неудобно. Такая огромная книженция. Я этот ролик, думаю, на нем монтировать. Я этот ролик, думаю, на нем монтировать. Я почти год использования. Половину приложений я еще не... освоила. Половина закачана... Половина из половины закачана непонятно зачем. Просто потому, что вот, ну, закачалась. Я думала, что вот тут у меня куча всего. Вот это его память. Вот это, допустим, я сейчас пальцем нажала, вот убрать, да. Это панель того, что недавно я юзала, и вот слева широкая панель, это то, что, в принципе, основное приложение. Ремонтировать на нем очень удобно. У меня стоит и иншот, и пара директор. Если кто-то таким уже пользуется, дайте знать в комменты, будет приятно почитать. Я поставлю вам сердечко. Ну и да, принимаю ваши поздравления, у меня новая машинка. Всем спасибо за просмотр. Сейчас был следящий фокус у меня, если кого-то это вдруг раздражает. На губах у меня помада от L'Oreal от подписчицы Лены. И всем пока!